что это информация то есть мы должны вашей информации верить вот вот срок годности дата прихода один видок какого коробки посмотрят наверняка осталось упаковку по идее должна быть свежий сейчас приход хотя бы и так мы сейчас определим 15 минут я думаю что это не такой криминал на фоне того что у вас всех других есть девушка вот эта коробочка найдите если вы найдете то назад поставим нет коробочек нет и это коробочек значит просрок действительно просрочка уже звонок другу уже звонят жалуются что к ним блогеры пришли конфеты снимаем 2 часа там выкли а водка водителя все будет пообщаться с вами хотели пару минут пообщаться я на камеру не общаюсь вы в розыске мы хотим спросить почему у вас просрочка и метр и банки все я на камеру сказал так себе дома тогда наверно сидит и дома со мной на ты не на ты ничего тыкаешь ты я не на работе а ты обязан с покупателем на вы обращаться я не обязана не то тебе дома себе внушли дома на хренина с тобой ты не заслужил уважение думал будут тебя уважать ты подойдешь посмотришь на это говно которым торгуешь что торгуешь говном то тебе в карман до свидания дома скажешь поняла охреневший ты что ли мы думали придем спокойненько хотели похвалить хотели а тут борзота такая у вас такая же борзая со всеми общаешься и только с нами для тех кто носом тыкают помойку камеру убери свою свою камеру убери убираем камеры убираем камеры убираем ты чё матом ругаешься я матом да на быча сказал нет вот молодой человек умница даже не встревает но я согласен у вас больная всегда рядом с вами присутствует я сказал на больных ну так больные значит и у нее родственники больные ну так иди купи просрочку не хочешь своим родным нет нет желания так иди купи что-то ты защищаешь что ли еще ты защищаешь защитник сраный куда пошел да иди ну так иди купи чё ты чё защищаешь-то иди возьми давай давай они куда ты пошел не хочешь говно покупать тут никто не хочет говно покупать они хотят говно торговать давай опять копеек ставлю свои давай попробую начать немножечко с другой нотки скажите пожалуйста как вас зовут вы же директор магазина девушка давайте меня смотрите меня зовут владимир меня зовут владимир как вас зовут чтобы общаться наталья анатольевна вот смотрите мы когда приходим в магазин и общаемся с руководством они обычно ну не боятся общаться на камеру потому что вы начали запрещать видеосъемку вы прекрасно знаете что что ли смотрите ладно давайте мы вернемся в хорошие нотки все таки но я думаю всегда можно вернуться смотрите мы в любом в любом случае посмотрели ваш магазин и хотели бы сказать что в принципе у вас все хорошо за исключением маленьких нюансов вот на которые мы хотели просто обратить внимание я могу это произнести да с любым человеком понимаете покупатель может быть любой смотрите мало у вас нашли немножко просрочки бомбаж и у вас скидка на продукцию которая развалку просто так вот он как бы нельзя делать это надо утилизировать у дети скидка 50 да вот мы просто как бы я понимаю но когда покупатели к вам обращаются тем более под видео запись можно подойти хорошо давайте тогда мы сделаем перерывчик подождем когда вы освободитесь как бы у вас как бы выдать приоритеты есть будем будем вас ждать да вот мы переступим через себя будем ждать хорошо давайте подождем просто вы поймите что вот этот наш диалог да то что мы вас сейчас ждем это увидят покупатели другие люди поэтому я думаю что можно на две минуты отложить вот эту вашу вывеску и подойти принять замечание на этом распрощаться как бы что посмотрите ваше общение так вот до свидания говорите он и планете в раз вакуум правильно она потекла не ну как можно скидку делать таковы ли филизирует конечно я буду хочу за праздники это праздник вас замечают ему новый год уже прошел по 8 марта готовится один валийте на вас какой-то словно день валийте на январь и мы сразу им помогаем да да воняет назад на реализацию точнее пустое но покажет что Да, что оно просрочено. Третье число изготовлено. Вот я подвинулся сейчас. Вот третье, ну и второе. В срок годности у него пять суток. Соответственно, опять третий. Седьмой блок, последний день. Ну, помогаем. Не, ну в любом случае, как бы немного замечаний мы нашли. Ну и было бы все нормально. Просто нотка нашего, скажем так, надо... Освещение испорчено вот этим поведением. Вот изготовлено с 14-го. Первого, очевидно. Рогонный с 25 суток. Я вас слушаю. Давай, кто будет общаться? Да, наверное, ты, если мы не хотят общаться. А, еще раз напомните, как Наталья? Наталья, я. Наталья. Наталья, смотрите, немного нашли замечаний. Ну, как бы понятно, что идеального ничего не бывает. Есть. Мы вот вам сейчас скрываем, чтобы на прилавок не поставили. Просроченный хлеб, сосиски. Ну, самое страшное, что меня больше всего смущает, когда... Ну, это сегодня утром просто снимается. Ну, возможно, да. Смотрите, вот это самое неприятное. Когда явно разломокомная упаковка и делают скидку. Понятно, какой-то... Ну, это разломокомная упаковки произошло, когда уже скидка сделана. Надо вскрыть, наверное, да, чтобы назад не поставили. Ну, вскрывать. Просто многие люди... Многие люди с целями экономии... Это вот я вам помог реализировать. Наталья, я с вами... Да, нет, подождите, а что это? Это тоже разборка была? Нет, это просрочка была. Так, тихо. Не по коментам с вами разборкаются. Наталья, он спрашивает, он таким вот вещует. Смотрите, если я как бы когда разговариваю, да, все-таки я вам уделяю какое-то внимание. Министа, ты тоже меня не перебиваешь. А, вы все равно продолжаете. Это вот это вот мятошь, и вы смотрите, вот это? Да, давайте покажем. Это называется бомбаш. Это не называется бомбаш. А что это называется? Бомбашка, это когда взрывается, когда набухает. А здесь просто маленькая помятость. А вы ждете, когда набухнет, да? Она не набухнет. Это допустимо. Это допустимо. Ну, подождите, где здесь что? Вот вы с ней... Вот эта вот точечка. Вот эту точку снимите, пожалуйста. Это вот эта точечка. Это можно? А вот эта. это . да это мятая банка все хорошо нет она была вышла этой можно торговать я вас услышала игнорирует наталья с нами одновременно ходить объясните мне пожалуйста давайте вам я вам я вам обещаю магазине я понимаю что с конфетками наталья ну как-то успокойтесь мы вас ждали я думаю вы можете подождать и вот это тоже такое бесполезно банку на них хочется это нельзя либо это ты как-то воздействует любая мятая банка открыть и новые правила торговли денис пока буду на мяты умел мало мята что вот это не конечно это не мята это продажу можно пускать ну хорошо знать другой раз полицию форме дать надо ли не все я дам да страна что ли здесь я сейчас начну возмущаться наталья я с вами разговариваю денис помолчи пожалуйста наталья когда я с вами разговаривали на меня смотрите что-то провели себя мадам ни фига себе я сколько к вам уже подходил с нормальным тоном и все остальное ну-ка дай-ка я подойду что за ханство такое вы ничего не попутали с вами как вежливо разговаривают конечно вызывайте полицию сейчас заодно и оформим вас что ты такая мадам а быстро что мы им еще не имеем права давай мы тебя выложим ну чё вызывайте сотрудников полиции давай давай не хочешь по-человечески по-добру начали беседу нормально вежливо ждем нет хамство с порога ну что такое молодой человек согласитесь я очень весело с человеком разговаривал с покупателем а вы знаете это что и что дальше и что дальше да потому что не надо влезать не надо влезать в разговор понимаете я обычно с такими людьми которые почему я не могу на хамить вот я хочу до хамить она захотела влезть я хам я на хамка мы кругом здесь хамы хотя я пришел сюда по-хорошему она не хами она обо мне говорила в 3 в третьем лице а вы считаете это нормально вы это считаете нормальное поведение этого здесь вопрос не просрочки а в том каким образом относится руководитель магазина к покупателям да я нормально сейчас общался вы чем не видели как я общался покупателя оскорбили что мужчину каким образом оскорбила кого-то матом назвал или еще что-то обязательно посмотрю и обязательно обязательно выложу не порвлять это не обязательно но вы можете обидеться на все что угодно зря и заражение кому-то мой тон не нравится тембр голоса пока мы здесь находимся с ними вот он температуру один радость с улья на сцене минус подождем у санюшка что этот парад температуру хранения не но сейчас полицию вызвали мы и нас ждешь его полицию вызвали от ее прекрасно ждем полицию прекрасный вот при полиции не помню не хотите по-человечески вежливо с вами разговаривать я сама сама вежливость вы правильно сказали но у всего есть терпение даже у меня суши я все боли на пустом месте мы не подкатили сюда 10 тележек с порог просрочкой просто нужно набраться терпения выслушать какие замечания извиниться универсировать при нас и все на это и получить положительные отзывы ради бога хотите я считаю что мятые банки можно продавать но это вообще конечно его с рыбки наловил магазине только очень много раз вакуума и так и должно быть наталья анатольевна митя вазар запомнили как же будете с вами беседовать вы же не хотели с вами быстренько распрощаться только не скрывай дождем не укрой не на зачем ответственное хранение либо утилизировать мы обнаружили что у вас холодильник не набирает необходимую температуру минусовую поэтому пожалуйста присутствуйте при данного почему потому что вы директор магазина выложу видео которое мы сейчас засняли без какой-либо нарезки вот прям сплошным моментом как мы к вам обратились и до момента и до момента как я начал с вами я знаю ваши какие у меня есть права и поэтому у меня есть право производить видеосъемку и фиксировать ваше поведение в том числе хамская да а вас такого права нету хамить по крайней мере не на работе да и какие у вас права у вас есть обязанности в магазине как руководителя магазина представлять лицо вашей компании перед покупателями и при необходимости приносить извинения а не хамить и запрещать видеосъемку вы говорю вы сами себе испортили отношение к вам потому что изначально у нас был хороший настрой я это тоже выложу не знаю зачем вы так себя начали вести агрессировать ради чего на мой взгляд вы неплохо выглядите и поэтому если попадете на видеозапись если будете достойно себя вести вам только будет плюс тем более у нас сейчас спор в суде с магнитом я думаю руководство вас не похвалит ну естественно но я думаю что любое руководство все-таки в первую очередь думает о своей репутации а не об этой просрочке если вы думаете что как мы к вам пришли мы ходим в другие сети там себя ведут уже немножко по другому никаких споров с нами не устраивают если есть объективные замечания просто берут и утилизируют при нас утилизируют при нас и не бегают и когда с вами человек общается я говорю о себе но это уже зрители оценят бегаете ли вы ходите да да качешь вы ограничиваете наши права наталья зачем вы ограничиваете наше право зачем прям с порога выключите видеокамеры ну если мы хотели с вами пообщаться под видеозапись чтобы зафиксировать вашу реакцию вы сказали так ваше право я вы нам права раздаете да с барского плеча ну-ка расскажите может какие-то еще права у меня есть ваше право у вас у вас у вас муж случайно не мент не знаете я вам расскажу кто такой мент вот те люди которые говорят это ваше право никогда его не но это не соблюдает это право вы когда так разговариваете с людьми думайте что вы говорите я расцениваю когда говорят это ваше право это все то что послать человека на три буквы ваше право если я буду нуждаться в консультации я явно не к вам обращусь чтобы мне тут разъясняли какие у меня права есть я знаю какие у меня есть права вы для начала выясните какие у вас есть обязанности и первая обязанность как руководителя магазина общаться с покупателями вот я считаю что вы хамка несмотря на то что я с вами сейчас так грубо разговариваю я считаю что именно вы хамка что за вот эта больная привычка говорить вы имеете право обжаловать и это ваше право супер гениальность прям умом блещете ваше право уважаемые да удивительно уважаем вашу это реально бесит когда-то говорят как весь кроме без вас мы не знаем так только мусор так говорит где-то она нахваталась вот этих фраз слушает они на можете дать проезжать конечно морнике наталья анатольевна не хотите надеть намордник это ваше право наталья анатольевна не хотите а фотографию смотри какую выложила как в этом самом премьера он не ваш когда мило руку так фребольно слишком вот супер вазер может убирать что вас еще посмотреть где вас замечания вы же как руководитель магазина знаете что где и как продаете взяли это все первую статью да не свидетельствовать против себя хоть улыбаетесь уже хорошо денис анатолий развеселил человека слава богу а то такая серьезная было плохо же получитесь на видео не фотогенично говорите хотя бы зря как вы прекрасно знаете все нормально у вас с внешностью колбаску ну и просто хотели с ней пообщаться сказать просто сказать молодцы по сути чистый магазин нам директор начало хамить ругаться мы еще немножко прошлись по магазину банки мятые банки нагрит можно такие реализовывать это беспредел с точки зрения что правила торговли четко прописано мятый банк нужно реализовать она на камеру смеялась да это можно запускаешь но хам скрести себя так нельзя конечно это будет ролик в интернете на youtube-канале мало кто смотреть ее поведение мы очень много разложим на рыбу в морозилке нескольких урок и заморозки также икра сейчас вам скажу икра лосочевая зернистая горбуша соленая вы сможете погреть с ней либо при нас она эти баночки вскроет вскроет этот раз вакуум чтобы она не поставила назад на регулировку мы уйдем то мы уйдем и откажем все отлично то что кормят решать с кем уже говорил супервайзер а на виктором я рассказал о том нашли что-то какого-то сейчас переда перезвонить директор предложил все это скрыть и реализировать и на это данный ну как обычно это происходит как других магазинов это по-любому поставить потому что она директор магазина на я найдет и хамсов специально мы услышали как она и отвечает она могла буки и там с какой-нибудь отбить это специально все услышали но не обязанностно сидит дома я как сказал сиди дома если что-то не нравится ты занимаешь руководящий долг здесь обязанности общение с покупателем соответственно сейчас лежит полностью на директор если не можешь поставить грамотную работу своих подчиненных ты за них отвечаешь если они нахамили за них и обязанность не нами факты показывали но директор извинялся до своих работников все нормально я тоже ходил получить посылку очень хотел про это выяснить сначала мне там девушка нахамила подвали и так далее я видео снял потом взяли с меня лишние 297 рублей оказывается страхование за то что я купил оплатил посылки на сайт хотя оплатил наличие деньги вернули на сколько людей заплатила и не пришло это мошенничество это называется навязывание дополнительных услуг причем без ведома клиента да да то есть берут вообще просто завод якобы человек оплатил на сайте я тебе открою секрет вот недавно внесли изменения законодательства защите прав потребителей и там прямым текстом указано что вот это условие которые изменяет размер оплаты зависимости от способа является ничтожным то есть нельзя значит за один и тот же товар допустим наличкой либо через сайт оплачивать по одной цене а там каким-то другим способом по другой цене то есть цена должна быть одинаковая независимо от способа это прямо сейчас прописано по моему статья 16 вот на это очень хорошо просто бывает на тайт однако они начинают лежит в магазинах ну мало ли что там у нас другая то есть я говорю это вот буквально недавно было внесено изменения по моему в сентябре 2022 года и прям большой перечень моментов которые являются недействительными в договоре поскольку существенно ухудшают положение потребителя по сравнении законодательства то есть прямой список что делать нельзя вот у меня сейчас суде рассматривать будет суде рассматриваться дело со стомологической клинике клиникой вот они свой договор тоже подключали заведомо ничтожные условия договора в частности о том что если покупатель отказывается от медицинских услуг то они производят удержание по моему там 40 процентов той суммы которая не получили а это также в этом перечне указано что запрещено это делать то есть это условие не применяется на данный момент они вернули только часть денег основную основную сумму не вернули это вот отдельная вот история я думаю был буквально в ближайшем будущем сходим в эту поликлинику и заснимем как они себя ведут как они обманывают клиентов как они их разводят на кредиты на полмиллиона на 200 тысяч чтобы отремонтировать зубы каким образом покупатели там клиенты пациенты приходят к ним и как оттуда физически не выпускают физически не выпускает просто вот руками садят в кресло играть вы подпишите договор вам это очень надо люди когда приходят домой они только дома понимают что они подписали что они везли в кредитную кабалу за того чтобы сделать себе зубы как правило это пенсионеры в конечном итоге вышестоящие руководство адекватная я думаю что они проведут какую-то работу с этим директором и все-таки сделают замечание что нужно общаться с покупателями более вежливой тонально наталья анатольевна было бы более скажем так красиво с вашей стороны чтобы вы лично все-таки принесли извинения и с нами продолжили диалог я понимаю что вам может быть как сейчас стыдно это сделать вам не стыдно а у вас сейчас общение с вами это не работает от так а что это вы неправильно понимаете свои должностные обязанности мы фиксируем данный момент утилизацию я помогаю некачественного товара есть не советую производитель устанавливает такие условия вот так надо было просто сделать директор до конфеты мы ничего не сможем как их там утилизировать но я надеюсь что они не будут выложены повторно они за вы можете сами скушать но покупателям пожалуйста их не выкладывайте все туда полицию отменять шел все хорошо он устроил скандал все-таки был для я сперва зимы все еще полицию отменяем и и и и и